Добрый, добрый, добрый день! Ну, это к доте отношение как такового не имеет, это больше имеет отношение к социальной жизни. Пока что социальная жизнь у нас прекращается, мы погружаемся в мир доты. У нас доте MLG Pro League, первый сезон. Это азиатский дивизион. Команда Underminer играет против команды Rave. На данном этапе уже пикнули Леона, Тролля, Веспа, Тини и Спирит Брейкера. Супер ультра архи дэмэдж от команды Underminer. Со стороны Rave забрали Vengeful Spirit, забрали Снайпера, забрали Шейкера, Тайтхантера и последний пик для Rave. Надо кого-то фармящего в триплу. Это не обсуждается. Тайтхантер отправится в сложную, Снайпер наверняка для Криси пойдет в мид. Ну, а Vengeful Spirit с Шейкером будут саппортить следующего персонажа, которого команда Rave и пикнет. Джаггернаута забанили Underminer. Тут и правда не лишено это смысла. Во-первых, можно и выйдет все, что будут вкастовать у нас Джаггернаута. Во-вторых, можно нормально переживать тот дэмэдж, который Тим Underminer будет вваливать со старта. Я говорю, конечно же, об Omni Slash. Ну, последний пик. 50 секунд для Rave. 40 секунд, опять же, для Rave. Кстати, Rave у нас играют со стендином. Cell играет у нас на замене. Это что-то новенькое, Rave. В общем-то, так играют практически в полном составе, но стендины постепенно меняются. По вопросам группы, давайте, наверное, пока есть время на это расскажу пару слов. Команда Rave на третьем месте. У них 6 игр, 2 победы и 4 ничьи. 8 поинтов, а их соперники, команда Underminer, ну, третий снизу. 6 игр, 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Некрофос для Rave. Вот это удар по морали команды Underminer. Минус 1 нон-стоп будет. Опять же, Burst Damage имеется. Tide Hunter, Shaker с Echo Slam. Некрофос сверху косой по голове проверяет. И это минус 1 уже. Разумеется, все это будет вкастовываться в Vizema, который у нас будет вместе с Дженни, я думаю, стоять на мидлейне. Потому что Vizema у нас мид-персонаж и берут под него, разумеется, тоже героев для мида. Ну, классическая схема азиатского дивизиона. Только начали, один отвалился. Ладно. Пока у нас так обстоят дела, давайте сразу разберемся, кто на ком у нас играет. Со стартной командой Underminer. Boys будет играть на Леоне. ЦК у нас отыгрывает на Spirit Breaker. Cloud будет играть на Тролль Варлорде. Vizema на Тиннике. И для Дженни взяли Vespa. Со стороны команды Rave, где, кстати, наши красавцы. Rave, Crissi играет на Снайпере в Мид. Cast у нас играет на Earth Shaker. Райор отправляется в сложную на Тайтхантере и НБ. Вот теперь вопрос, НБ ли будет фармить или это будет Сэл. Не очень помню, кто там Сэл. Плохая память. Оперативная, конечно же, плохая память, недолгосрочная. Сэл пока у нас отвалился. Ну, по лайнам толком непонятно. Crissi должен фармить и Сэл, по идее, должен фармить. С другой стороны, здесь НБ. НБ стабильно в составе команды Rave. И на него, я думаю, Rave больше надеется, чем на любого стенды, на который будет играть за них. Поэтому не лишено смысла, если некор, на котором отыгрывает НБ, будет фармящим. Хотя, опять же, классическая роль НБ это саппорт и саппорт фулл. Вингу у нас забрали. Ну да, Винга фармить у нас точно не будет. Это был бы какой-то позор. Хотя, 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 хотя у Винги все есть для лютейшего дэмэджа. Это уже, конечно, стало притчево языцах, когда Винга в пабах начинает фармить. Ребята, я фарм. Пуч, купи. Купи Куру и купи Варды. И дальше Винга 0.2, 0.4, 0.8. И вся команда просто охреневает с такого расклада. Ну, по раннему закупу видим прекрасно, что Винга у нас не заточена под фарм. А вот у Некра, у Некра, по-моему, дела немного иначе. Стоят две ветки. Тут, наверное, скорее всего, будет фармящий НБ и ранняя мека для Тим Рейв. Райор отправляется в сложную. Завардить. Райор может встретить здесь печаль. Нет, вард поставил. Просто отсюда ушел. Действительно, есть смысл бежать. Но Дженни и Виззэм меня очень сильно интересуют. Как они отстоят в мидлейн против снайпера. По поводу Тини, конечно, есть вопросы. Но тут больше Виз. Виз будет сыпаться очень и очень неплохо. Хотя для снайпера, опять же, любая цель, это заведомо фраг. Потому что снайпер с Тини разбирается очень легко. Тут дело, в общем-то, вот в чем. Дело в маленьком количестве ХП и абсолютно ничтожном количестве дефа. Понимаете, меньше ноля дефа в доте не бывает. Поэтому Тини, насколько могли урезать деф, настолько и урезали. Разработчики. Конечно же, мы к этому не причастны. Ну что, взяли руну у нас внизу. Игроки команды. Да без разницы, кто где взял. По одной руне баунти разобрали. Единственное, что интересно, кто взял руну внизу. Кто у нас будет. Висп у нас взял руну внизу. Висп уже должен нести себе банку. Но это все, понятное дело, для ранней банки. Висп абсолютно голый. Потому что от Ботла зависит жизнь и жизнедеятельность вообще Визема на мидлейне. Криси уже поливает шрапнели. У нас даблу в миде. Дженни начинает гонять Криси. Райор, тем временем, понимает, кто у него есть на лайне. На лайне у него Клауд на тролле. Остальные саппорты пока кучкуются за Тинни и Виспом. Ну, понятно, один саппорт в мид. И Леон должен был, наверное, отсюда уже уходить. Снайпер подставляться не будет. Если что, Шейкер уже у нас на готове. Каст, я думаю, готов любой врыв. Выйдите и закрывать Фиссурой под своим Тауэром. Кто что у нас рисует. У нас тут рисует, по-моему, Шейкер нарисовал. Нет, Шейкер вряд ли Вижен имел. Скорее всего, Андермайнер сами и нарисовали. Куда движется Леон? Ладно, на нижнем лайне. Фармящий все-таки НБ на Некрофосе. Против НБ стоит у нас Спирит Брейкер. Спирит Брейкер практически третий левел уже насобирал. Не мешают Спирит Брейкеру. А Некрофос идет через Ауру и, понятное дело, что через ДС Пульс. Ну, тут Спириту стоять нелегко будет. У Спирита немного ХП. Постоянно проседает из Ауры. Постоянно-постоянно ХП отходит. Нон-стоп. Надо есть деревья, иначе просто умрешь. Как на холоде стоишь. Если голодный, то намного холоднее. И все чувствуется гораздо мощнее. Ну что, Райор у нас потихоньку начинает энкорсмешем пытаться стелить крипов. Райору дали свободу на лайне. Собственно, крипы уже в лесу его мало интересуют. 8-0 у оффлейнера. Это действительно странно. Встреча у нас в лесу. Сэл встречается здесь со Спирит Брейкером. И отправляется у нас ЦК, по-моему, в мид. Да, ЦК у нас бежит на снайпера. Снайпера тосают, стопят. И фиссура в лицо. Да-да, не в лицо вообще, а под хвост Спирит Брейкеру. Правда, это никаким образом не спасает у нас снайпера. Везем забирает первый фраг. И первый фраг для Тини. Для команды Рейф это худшие из новостей, которые могли бы быть. Тини очень зависим от артефактов. Это прекрасно знают все. Здесь нормальный рассказ. Тос и Эваленш. Это все хорошо. Но это все хорошо минуты до 20-й, наверное. Дальше Везем одним рассказом убивать людей не будет. Тем более, ребята не самые простые. Снайпера все время будут хилить. Не Крофоса вообще. С одного такого рассказа не убить. Здесь мека появляться должна в любом случае. Ну, Тайт Хантер вообще не обсуждается. Чтобы убить Тайт Хантера, надо 15 таких тосов и 44 Эваленша. Понятное дело, что Тини не обладает таким бюдж дэмэджем, чтобы с Тайт Хантером справиться. 1-0 на данный момент. На первом месте по фарму у нас Криси. У Криси 18-19 даже на 6. Но ему, правда, отомстили за чрезмерный фарм. У НБ вторая позиция 18 на 4. Против НБ у нас стоит Спирит Брейкер. Но он пока что бегает по лайнам. Спирит пока бегал по лайнам. Немного просел по Крипстату. 7-0 у ЦК. Ну, по фарму определились. Давайте глянем, кто у нас на линиях лучше стоит. Эндермайнер 200 с копейками в плюсе. Это First Blood. Это ничего более. Рейв больше... Более 500 по экспириенсу. Это нам говорит о том, что команда Рейв фармит лучше. Ну, это видно и по героям. Единственный, кто как-то в тройку лидеров вырезается, это Клауд. Ну, если бы Тролль еще стоя на легкой, без отрыва от производства, у нас проседал бы по Крипстатам. У меня вообще было бы невероятно много вопросов. Ну, что, зацепили у нас НБ. Засыпали Эвленджем. Тосс опускается на землю у нас НБ и бежит. Пока живой. От приваляется Хилинг Селф. И тут уже Спирит Брейкер может встрять, потому что Дэз Пульс уже откатился. Опять же, он третьего левела. Классно дамажит. Круто хилит. Да. Тинни и Спирит Брейкер не вывозят у нас соло НБ. Хотя сделали все необходимое. Конечно, не было ульты у Спирит Брейкера, но, прошу заметить, не было ульты у нас еще и у НБ. НБ бы быстро кого-нибудь угомонил. Так, Бойс у нас, скорее всего, рассыпается. Да, Бойса убивают. НБ зацепили. Чарджер Даркнесс в него влетает. Раскручивается у нас Висп. Фиссура от каста. Развернулись ребята и пошли домой. Сел гонит. Все еще гонит у нас Спирит Брейкера. Ну, команда Андермайнер как-то кривовато начинает выходить на нижнем лайне на НБ. Я думаю, они уже прекрасно поняли, что здесь шансов достаточно мало. Плюс тиммейты помогут. Ну, НБ живучий. Живучий невероятно. Наверное, потому что он, судя по самому герою, неоднократно умирал. Снайпер на данный момент уже приобрел себе фазы. Есть рейсбенд. Ну и танго. Все необходимое тоже имеется. Тинни без Виспа плачет. Тут каменными слезами у Тинни проблему. Тинни только Пауэр Трэдс. Более ничего. 11-1 у Визема и у Снайпера 36 на 18. Вроде бы даблой стояли. Вроде бы должны были гнобить. По факту гнобили, гнобили, да не выгнобили. Некор тем временем еще у нас и Спирит Брейкер разбирает. Но здесь через Вингу, скорее всего, разобрали. Давайте посмотрим. Такая возможность имеется. Спирит Брейкер. Мэджик Миссил, скорее всего, в лицо влетел. Мэджик Миссил, наверное, даже, да? Да, стан и ульта. Нет ульты, даже нет. Нет ульты. Ульта появится только сейчас. Все. Разорвали у нас Спирит Брейкера. 2-1 впереди. Команда Рейв. Ответили они за фестблат. И, по-моему, ответили в полной мере. По золоту Рейв уже впереди. По экспириенсу они как были впереди, так впереди и остались. У Криси дела идут превосходно. Первая смерть повлияла на него наилучшим образом, как по мне. По фарму не проседает. Первое место держит. Клауд здесь, который фармил, 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 фармил. На том же уровне, что и Снайпер. Даже немного уступает. Райор тоже относительно фривольно себя ведет. Чувствует себя вполне спокойно. Никто его не харасит. Никто его не дамажит. За Тауэр не выходит. У Райора тут настоящий Тайтхандирий рай. Зацепили у нас ЦК. ЦК отсюда тоже, скорее всего, не уходит. Второй раз у меня просто какой-то дежавю. Пытается он через Чаршев Даркнесс куда угодно убежать. Ну, куда ты, собственно, убежишь. Криси у нас здесь, скорее всего, бой за забирает. Да, забирает. Даже отменил Ассасинейт просто с руки навалял, потому как понял, что рейнджа хватает. А у Снайпера всегда хватает рейнджа в любой ситуации. Это не новость. Дженни приходит на нас на мид. Ну что, неужели дабла Тинни и Висп окажется у нас беззубой и бесполезной? Даже как-то страшно представить, что Тинни и Висп. Это у меня, по-моему, третий или четвертый день, когда Тинни и Висп, на которых я ставлю половину своей несуществующей, квартиры, проседают по КДА и просто разваливаются и ничего не вывозят. ЦК прилетел без ульта. Зачем сюда ЦК прилетел, непонятно. Ну, ладно. И опять же, никто за ним не успел. Тинни не успевает. Бойс тоже не успевает. Ну, здесь Некрофос относительно в безопасности находится. Криси сейчас начнет наваливать по Виспу. И Висп, я думаю, будет не отходить от Тинни. Потому что в соло Висп сыпется без вопросов. Шрапнели под ноги нет. А здесь не надо Шрапнель. Отпивается у нас Висп. Должен переживать Ассасинейт. Ну, Криси уже второй раз отменяет у нас Ассасинейт. Кого забрали? Все-таки забрали Некрофоса. Здесь Тинни пришел. И плюс Леон. Здесь у нас еще, скорее всего, и Сел встрял. Думаю, да. Хотя и ЦК сильно проседает по ХП. Но Сел умрет гораздо раньше. Стики провязал у нас Сел. Сел уходит у нас в лес. Как интересно. 4-2 счет. Не забрали у нас Села. Но тут уже, понятное дело, добла. Карательные отряды команды Андермайнер. 4-3 становится счет. Висп, по-моему. Да, Висп забрал. Да, Висп забрал у нас Вингу. Спиритами Тинни даже не прикасался у нас к Винге. Ну, Криси должен мстить тут. Основная вообще мотивация у Криси должна быть в том, чтобы загнобить вот эту Даблу. Сделать так, чтобы Тинни не вывез артефактов своих. Это очень важно и очень полезно. Денай Тауэр. Почему-то никому ничего не дают. Даже странно. Я же наблюдал за этим. Ну, ладно. У НБ тем временем появляется Хедресс. Есть также 230 на руках. Ну, и начальные артефакты. Хотя Пауэр Трэдс уже имеется. Пауэр Трэдс вынес достаточно быстро у нас НБ. Видим разгон на него. Но я думаю, это просто сесть на трамвай своего скилла и подъехать поближе к Тауэру. Не будет атаковать ЦК. Я думаю, что ЦК отсюда просто не уйдет. Ну, наверное, раз прохарасить. Почему бы нет? И надо разворачиваться ЦК. Ульту не юзает у нас ЦК, потому что огребает по первое число. Опять же, Дес Пульс. Откат 5 секунд. За файт можно 2 или даже 3 раза его заюзать. ЦК понимает, что у него столько ХП нет, столько здоровья, чтобы убить Некрофосов соло. Криси продолжает фармить. У Троля я видел, появился Владмир. После Владмир еще 900 на руках. У Клауда все хорошо. Давайте Нетворсы глянем. На первом месте Криси, на втором Клауд. И третье место между собой делят Тинни на миде и НБ на нижнем лайне. НБ у нас умирал. Правда, НБ и один фраг делал. Но Тинни у нас забрал First Blood. Еще и после этого один килл делал. Тинни, конечно, печально по фарму. Все у него происходит. Мид загноблен. И загноблен очень сильно за счет атаки Криси. Каста и здесь на него пингуют. Только ленивый, наверное, на каста не пинганул. Здесь стоит Вард. Все это понятно. Палец, все это видно. Стоит ЦК и ждет, когда же какой-то муф от Шейкера начнется. Ну, теперь придется драться, потому что иначе просто-напросто упадет сайт. Просветили у нас ЦК. ЦК бежать отсюда как можно быстрее. Куда ЦК? ЦК на топ. На Райора бежит. На Райора выходит у нас Клауд. Здесь, скорее всего, Тауэр падает. Никто его не дефает. Так что отвлечемся. Забираю Т1. И два ТП сразу же у нас. ТП1 отменили. ТП2 отменили. Остались игроки команды Рейв на нижнем лане. Ну, действительно, лучше доковырять Тауэр. Потом разбираться уже. А вот теперь абсолютно зеркальная ситуация. Прожали Глиф. Бойс у нас под Шрапнелью. Ульта от Снайпера влетает. Развалили Леона. Влетает Висп с Тинни. Наконец-то релокейт проюзан. Райор. Нормально всех реведжем надамажил. Висп у нас погибает. Пока что драка 2 в 2. Но здесь зацепили Снайпера. Трипл килл для Визема. За всю вообще боль, которую он испытал на мидлейне. У Визема 1600 на руках. Трипл килл. По золоту он здесь 1000 поднял. Ну, круто. Подрались очень круто. И вот, собственно, все преимущество команды Рейв превращается в ничего. По золоту. Андермайнер впереди более 1000. И по экспириенсу тоже за 1000 переваливают. Игра приобретает очень интересный характер. 12 минут у нас позади. По графикам вы видели абсолютные качели. Клауд, опять же, не без участия Дженни, разваливает у нас Рошана. В принципе, Клауд и в соло мог бы это сделать. Но по хп мог бы просесть. А здесь есть кому врываться. У Шейкера нет 6-го левела. Тут уже не в дагере дело. У Шейкера нет до сих пор на 12-й минуте эхо слэма. Это провал. Криси попытает счастье, да? Бой сразу же в хекс у нас Криси. Опять же, разгон на него. Но это аж с базы бежит у нас ЦК. Я думаю, там надо бы остановиться. Команда Андермайнер вряд ли будет драться сейчас. Нет релокейта у Виспа. Да и, в принципе, тоже важных спилов еще некоторое время не будет. И кто знает, что вообще их встретит в лесу. Здесь вижен имеется для команды Рейфа. Для команды Андермайнер никакого вижена на нижней руне нет. Подниматься на хэкграунд один раз. Подниматься на хэкграунд второй раз. Да там разобьют голову сверху. По каждому разу игроки команды Рейф. 6-6 счет. По золоту Андермайнер начинают отрываться. Полторы тысячи в их пользу. И три тысячи по экспириенсу. У Рейф практически готовая мека. Совсем немного осталось. НБ здесь будет драться. Здесь уже релокейт. Ну, так можно разбирать. Хотя на подсейф у нас приходит Винга. Винга здесь, скорее всего, погибает. Но это ее работа. Просто ее работа, ребята, не благодарите. НБ начинает у нас погоню за ЦК. ЦК на место привязали. Куда-то его увез. Заивейдили. Заивейдили косу смерти от Некрофоса. Даже я такой мув, вот сколько доту смотрю, не видел. Забрали из-под косы спиритбрейкера. Отправили под фонтан лечиться. Это как, я не знаю, дать путевку какую-то в санаторий. Когда уже абсолютно при смерти героя. А у ЦК действительно там на волоске была жизнь. Да, Висп у нас серьезный. Очень-очень серьезный. И скилловой Дженни. Приятно на такое смотреть. Бежит ЦК на Криси. Под тавер. Зачем? Незачем. Все это прекрасно понимают. Два игрока команды Андермайнер во вражеском лесу. Они спушатся от Клауда. У Клауда уже по золоту гораздо лучше дела обстоят, чем у снайпера. 7300. Заработал Клауд. И всего лишь 6200 у снайпера. Но Криси участвует в файтах. И в этих файтах, что печально для него, умирает. Готовы врываться команда Андермайнер. Как я понимаю, иначе зачем бойц во вражеском лесу. Так, Фессура у нас пошла в ЦК. Райор здесь. У Райора есть реведж. Но реведж даже не стали тратить. А вот теперь лучше бы потратить реведж. Развалили снайпера. Не стал Райор юзать реведж в одного тролля. А по-моему, зря. По-моему, действительно зря. Зачем копить этот реведж, если кор-герой твоей команды умирает? Сильнее, чем снайпер, дамажить в составе команды рейв никто не будет. По золоту размен незначительный. По экспириенсу вообще ровно подрались. 7-9 счет. По золоту Андермайнер выходят вперед на 4000. По экспириенсу на 5. Кого тут у нас гоняет? Кто по хребту наполучал? Леон. У Леона 1000 на руках. 2200 остается до Даггера. У Клауда что-то летит в Курьере. Сэндж летит у Клауда в Курьере. И остается еще 500 сдачи. Сэндж и Яша есть. Есть Владмир. Есть Аэгис. Что наиболее приятно. Можно нормально Аэгис на Тауэр разменивать. В соло стоит Клауд. Под батл трансом Тауэр сыпется. Денайть некому. Летела ленивая плюшка от Некрофоса. Но такая медленная и такая тянущаяся, что Клауд в это время 4 удара успел сделать по Тауэру. Развалил его до основания. У Визема. В принципе собранный Аганим уже. На 16 минуте. Сейчас прилетит Аганим. Визем по-моему его купил. Да. Летит уже в Курьере последний необходимый артефакт. И теперь команда Андермайнер вступает в наиболее активную фазу своей игры. Это релокейты. Это постоянные масс-файты. Есть ли чем ответить у Рейв? Узнаем, я думаю, через одну минуту и узнаем. Забирают у нас Тролля. Даже Аэгис не стали разменивать. Здесь свап у нас от Венги. ЦК развалят без вопросов. НБ очень сильно просел. Finger of Death. Но здесь хилят все, кто только может. На этот раз Тролля забрал у нас Висп. И должен же возвращаться Тролли Висп. Да, возвращаются. Каст, Фиссуру. Два их застопил. Тинни подбрасывает у нас НБ. НБ отлетает. И забирает еще Avenger Full Spirit. У Райора есть реведж. Пока дамажить просто-напросто некому. Каста здесь разваливают. Каст Эхо Слэм перед смертью дает. Тоже не серьезное. Криси бежит. Криси никуда не убежит. Здесь тоже есть фазы. Здесь есть Сенжин Яша. И Криси на своей одной Яше отсюда не ускачет. Ну, одного Леона потеряли. Ну, и Висп в конце концов развалился. Ну, ладно. И такое бывает. И Райорн. Да, все. Это Тим Вайп со стороны команды Андермайнер. И Гадлайк для Визема. Один несчастный Аганим. Так, ну, в последние минуты только появился. И при этом Визем уже зарабатывает такой крутейший стрик. Понятное дело, что круче Гадлайка только Бион. Но это, опять же, вопрос одной-двух минут. Жалко команду Рейв. Такой интересный пик. Действительно. По файтам все должно было быть круто. И реализация должна была быть быстрая. Я думаю, и пуш потенциал они в себе видели. Да и все, кто за ними наблюдал, тоже видел. Я вот точно видел. Но реализация, собственно, задумка 5. Реализация 3 с минусом. Криси, бедняга, 4 раза умирал. Правда, и убивал 4. Но это не считается ни Крофос, который должен был фармить. И вот этим вот скиллом одного за другим гвоздить к земле игроков команды Андермайнер. По факту 2 раза убил и 4 раза умер. У Шейкера 0.1, у Райора 1.1, у Винги тоже 2.4. НБ и Винга одинаковые. КДА имеют, а это звучит как диагноз для фармящего Некрофоса. Со стороны команды Андермайнер. Давайте по вещам разберемся. Они все-таки в лидерах. У них какие-то шмотки из последних коллекций должны пораньше появиться. Тут Висп даже позволяет себе такую наглость, как собирать Мекку. Дженни 2.2 идет. Есть Баклер, есть Боттл. Имеется Урнов Шадоу. У Тини. Не верю я, что один Аганим. Что-то в Курьере уже должно быть. Да, практически собранный у Тини Блэк Кинг Бар. Осталось 1100 до рецепта. Так, переключаемся на Тини. Врыв у нас во вражеский лес. Но, видимо, просто прочекать ситуацию. Никого здесь нет и быть не могло. С чего команда Андермайнер решила, что кого-то здесь найдет, не понимаю. Ну, видимо, просто на удачу врывались. Пока удача не на их стороне. А у Клауда тем временем появляется еще и Блинк Даггер. Это означает только одно. Команда Андермайнер собралась гонять команду Рейв поганой метлой по всей карте. Поганая метла у нас в руках у Тини. Мы это видели. Появилась она где-то минут 5 назад. У Визема все круто по фарму. И, скорее всего, он будет обгонять у нас Троля. У Спирит Брейкера тем временем появляется Огр Клаб. Постепенно ЦК у нас выходит в Блэк Кинг Бар. Ну, ЦК беда по КДА. 0.4.6. Беда по КДА. День поэзии на игрокам ТВ. Ну, в принципе, все. Давайте глянем общий нетворс. 7500 даже больше за Андермайнер. Ну, и за 10 тысяч экспо перевалилось. Что может спасти команду Рейв в данной ситуации? Ну, что? Что еще может спасти, кроме двух удачных ультов от Тайтхантера и от Шейкера? Правда, у Шейкера нечем врываться. Если Тайтхантер может влететь и раздать, то у Шейкера такой возможности не имеется. В принципе, реведж там 3 секунды с лишним действует. Можно успеть подойти. Ну, естественно, Некрофос должен по КД реализовать Риппер Скайт. Потому что Андермайнер просто станут неуловимыми. И остановить их будет невозможно через 5-10 минут таких активных файтов, которые мы наблюдали последние 5-10 минут. Иначе и не скажешь. НБ уже имеет 1400 про Слим Мекки. Тут наверняка будет Аганин собираться. Лучше бы этого Тинни секунд на 120 отправлять в таверну. Иначе беда для команды Рейв 100%. У Криси появляется Момо. Это все после Фазов, после Яши и Ринго Факвила. Ну, начальный закуп для Криси есть. Правда, на 20-й минуте против вот такого Тинни, которым уже летит БКБ. Да, вот и прилетает БКБ у нас Везему. Криси выглядит немного без зуба. 4-4-2, а у Тинни 9-0-2. Да, 9-0-2. 21 минуту сыграли мы. Команда Андермайнер на 10 тысяч по золоту, на 12 по экспириенсу обгоняет Рейв. А Рейв фаворит этой игры, на секундочку. У Рейв лучше место. Рейв лучше играет всю групповую стадию Джонидота MLG Pro League. Понятное дело, что и букмекеры ставили. На Рейв там, на Андермайнер небольшая, конечно, разница, но в любом случае ставки в пользу команды Рейв. А Рейв постепенно уже на одно колено так точно стали, а дальше уже как пойдут файты для Андермайнера. Но то, что они руководят парадом, это 100%. Собственно говорю, единственное, что стоит ожидать для команды Рейв, как вообще вытащить себя за волосы из этого болота, это удачно подраться с учетом Рейвиджа и с учетом вменяемого эхо слэма. Дальше снайперу сверху стоит расстреливать, а Некрофосу добивать всех больных, сирых и убогих в составе команды Андермайнер. Ну, Некрофос здесь уходит, а вот целый рассыпается быстро. Хотя, может, и Некрофос никуда еще не уходит. Где тролль? Тролль на нижнем лине. Нет, догнать Некрофоса не получится. Еще здесь, наверное, Тинни сам останется без виспа. 1700 после Аганима и после БКБ вместе с Драму Фендеренс. Пингуют на Т2. Будут забирать. Тинни отправился на мид, фармить, да на что угодно. Уже может фармить Тинни. Скорее всего, я думаю, здесь Яша появится после Керасы и после Яши уже Монта Стайл для Тинни. Ну, стандартная сборка. В принципе, если дают фармить, чё б не фармить. Я сам такой, если дают фармить. Если можно нормально в игре вывозить артефакты и тебе дают нормальное пространство, ничего не делают, нигде тебя не гномят, почему не фармить? В принципе, всё зависит от перефарма Тинни. Чем Тинни мощнее, тем мощнее вся команда Андермайнер. На него ставка и делалась. Кстати, полезная очень страта между Тинни и Троллём. Во-первых, здесь будет оверчардж для Тинни, нереальная скорость атаки с потрясающим количеством дэмэджа. Прекрасно знаете, чем славится Тинни. А во-вторых, здесь ещё будет и батл транс от Тролля, и тогда и батл транс. Уберите детей от экранов. И батл транс от Тролля. Соответственно, Тинни своим деревом будет наваливать с огромнейшей скоростью. На данном этапе у него 1.32 на секунду, это без оверчарджа. Скоро появится Кераса. От неё действительно зависит количество дэмэджа за секунду от Тинни. И дальше уже, как я и говорил, оверчардж, батл транс. У команды Рейв шансов на то, чтобы выжить в прямой схватке никаких. Надо как-то по-тихому Тайтхантеру ворваться, раздать всё, что необходимо. Дать сверху энкор смеш, порезать ребят. И туда уже Шейкер должен влетать. Не влетать, заходить пешком на четвереньках, как это делает Шейкер. Но, тем не менее, оказаться там во время файта. Ну, возможно, это будет сейчас. Пока что у нас в инвизе, точнее под смоком, команда Рейв. Ищут части, надо хоть кого-то поймать. Здесь уже ульты можно в двоих юзать даже, в двоих, в троих. Не обязательно пятерых ждать. Вот как было в миде, когда не стали забирать тролляра. Йор почему-то пожалел под своим тауером Реведж. Выходят, выходят у нас на Тинни. Тинни видят, Тинни напинговали. На Тинни надо врываться. Здесь есть Блэкинг Бар. Всё зависит от того, успеет ли Визем включиться. Реведж проюзали, Визем не успел включить Блэкинг Бар. Визем отправляется отдыхать на базу. Дженни тоже здесь ничего не вывозит. Зачем же тебе БКБ, если ты... Ну, неужели Тинни думал, что в соло НБ пойдёт у нас наваливать Виспу и Тиннику? Не знаю. Может быть, просто не успел сориентироваться. В любом случае, Тинни очень долго у нас не будет. И сразу три ТП сюда НБ. Уже здесь драка готовится. Райор без реведжа. Клауд у нас под БКБ. Аэгис имеется. Позволяет себе такую наглость, как зайти на вражеский хайграунд. И это всё, в принципе, уменьшалось успехом. Клауд пока что не умирал у нас. Умрёт сейчас. Опять же, это просто потерянный Аэгис. Да это не потерянный Аэгис. Никто здесь умирать не собрался. Тролль ещё, наверное, зверей сейчас будет наваливать по лесу. Я не видел тут, через сколько Аэгис пропадёт. Но, по моим подсчётам, достаточно скоро. Батл Транс на Эншентов на лоу ХП пошёл бить зверей. Просто как перед смертью. Дайте мне ружьё, пойду постреляю кабанов. Появляется Форс Став у нас у Тайт Хантера. Сильнее команда Рейфа от этого не стала, это точно. Тут должен появиться даггер через 200 копеек у каста. Каст уже не жалеет ману. Тут хоть через Эхослэмы можно уже фармить. Просто обязан взять даггер. Клауд видит у нас каста. Каст останется без даггера. Ещё на какое-то время. 1800 на руках. Тут этот фраг более важен, наверное, для морали самого каста. Так долго он к этому шёл. И вот-вот уже практически ему видится даггер. И коровка с даггером в руках врывается в толпу врагов и топает по земле. Здесь приходит тролль. Включает всё необходимое. И просто через Релинаксис, да и обычными руками запинали беднягу Шейкера. Врывается у нас опять Клауд в толпу. Клауду вообще плевать на всех и вся. Бежит на хайграунд у нас Клауд. У него есть Эггис. Он готов его разменивать. Эггис сейчас не пропадёт же. Нет, Клауд, ты не окажешься? Нет, Клауд у нас не окажется в заднице. А Клауд встаёт. И Клауд встаёт фуловый. Надо сейвить всей командой. Но тут и уже вся команда. Врывается у нас с даггера Бойс. Фиссура пошла по Шейкеру. Висп у нас умирает. 79 секунд его не будет. Возможность байбека имеется. У Виспа, правда, денег нет. Даёт возможности и забирают все деньги. Но Визем отсюда отходит. В любом случае развала не было на хайграунде. Этого пока команда Рейв с собой делать не позволяет. По итогу файта тысячу по голде отыграли. Этого, конечно, маловато, судя по графикам. Но всё равно 15 тысяч там по экспириенсу. Если не увидели и не верите мне на слово. Вот, пожалуйста. По экспириенсу Underminer, естественно, впереди. Давайте на левел А, наверное, переключимся. Чтобы знать, кто у нас какой. У Тролля 20 левел. У 17-й у Визема нету 16-го. Ни у НБ, ни у Криси. Но я думаю, тут недалеко. Да, Криси пол-левела. НБ чуть менее третьим до ульта. По Нетворсу вы видели, как обстоят дела. Примерно так же, как и по уровню. Графики. 14, ну, 13 с копейками. По золоту, по экспириенсу 15 тысяч тоже для Underminer. Теперь можем и по артефактам посмотреть. Кираса практически уже имеется у Визема. У Тролля тем временем. 3 600 на руках. В принципе, тот же набор артефактов. БКБ он юзает просто по КД. Теперь 8-секундный. Ну, 3 700 на руках. Я думаю, Тролль у нас уже может себе позволить выйти в какой-то вменяемый дэмэдж. По типу того же Манки Кинг Бара. Или по типу... Да, в принципе, почему бы не собирать здесь Айов Скаде. Клауду позволяют фармить. Клауд прекрасно со своей задачей справляется. Можно, я думаю, будет разговаривать совсем с другим тоном. У Криси... У Криси беда. У Криси с Энжин Яши. У него есть Mask of Madness. Ну и БКБ пока что не юзанный. У НБ тем временем появляется Геосептер. НБ, собственно, под ним трон пошатнулся. НБ не чувствует себя уверенно. Да и как-то чувствует себя уверенно, когда ты убиваешь ровно столько же, сколько умираешь. А у НБ Аганим уже есть. Это хорошо для команды Рейв. Главное успеть надамажить. Врываются у нас Визема, Фессура, Эхо Слэм по голове. Привязали Визема. Визем умирает. Нет, не от косы. Но здесь собрали всех вместе. И начинает у нас тролль как сумасшедший наваливать. Криси под Момом. Сыпется очень жестко. Разваливается у нас пока что Снайпер. Теперь пришла очередь Райора. Нет, не Райора. У нас убивают НБ потихонечку. Разгон в НБ. НБ, скорее всего, рассыпется. Остальные стараются улететь. И должно получиться. Да, двоих потеряли. Клауд лютейший. Просто чокнутый бежит и бьет. Бежит, бьет, орет. Этот батл транс по ушам. Жесть. Короче говоря, запугивание тотальное. Ну, что приятно для команды Рейв. Это то, что забрали Криси. Давайте... Ой, Криси. Забрали Тинни. Все-таки Рейв остались в плюсе. При учете того перефарма, который имеет Андермайнер. Сел у нас решил с Клаудом поиграть. По-моему, не лучший вариант. ЦК просто наорал у нас на Вингу. Винга отсюда как можно быстрее убежала. У Каста появляется Даггер 60 сверху. У Райора... У Райора мечты о рефрешер Орби начинают воплощаться в жизнь. Я думаю, это только мечты. Не даст команда Андермайнер дойти Тайтхантеру до этого левела. Да, здесь очень глупо умирает Визем. Действительно, глупейшие смерти. Два раза подряд, как просто, как маленький мальчик, который первый раз скачал доту и не понимает, почему так быстро он умирает. Есть БКБ, но... Но он 10-ти секундный. Две смерти уже было у Тинни. До сих пор 10-ти секундный БКБ. Ну, все на потом, все на потом. Нет, понятное дело, Визем просто не успевает прокликивать. Врываются быстро. Фиссура из кустов в прошлый раз влетела в Тинни сразу же. После этого на голову упал Шейкер, Эхо Слем, Тотем. И, кстати, не хватило демеджа, чтобы Некрофос приговорил нас Тинни сразу же на месте. Умер Тинни уже от пост-демеджа. Там БКБ проюзывать было бессмысленно. Релокейт есть. Релокейт пока юзать не будут. Пока что разбираются с Рошаном. Просто посмотрите на беднягу Рошана. Поймали Рошана. В пите зашли и моментально развалили. Это какая-то ядерная война и атака на голову Рошана. Как он так быстро умер? Ну, вы видели, как он так быстро умер. Опять же, у Тинни 330 с руки. Под батл трансом очень быстро бьет под обрчарджем. Все, это понятно. Плюс Рошан вообще не отбивается. Потому что, во-первых, есть Скади, который замедляет скорость атаки Рошана. Во-вторых, под батл трансом тут просто постоянный баш от Клауда. Это не только Рошан почувствовал. Это почувствовала команда Рейв. У них страшная ситуация на самом деле. Это просто в тишине стоять на своем хайграунде. Ожидать, когда к ним придет смерть в лице команды Андермайнер. Сыпется Тауэр. Тауэр сыпется с той же скоростью, с которой сыпался Рошан. Только чуть-чуть побыстрее. Визем живет. Визема надо хилить. Дженни должен заняться хилом Визема. Визем мрет постоянно. Может, хотят забайтить все на Визема, а дальше сыром, чтобы он отъелся. Но Визем не выживает, если здесь на голову ему опускается Рипперсайт. Ну, посмотрим. Пока что Визем играет очень неаккуратно. И это отобразилось на его КДА. 10-0 шел, 10-2 на данный момент. Давным-давно не делал фрагов. Клауд уже подходит к хайграунду. У Клауда есть Аегис. Можно его разменивать. В принципе, на мид поменять почему бы нет. Да и Клауд просто так не умрет. Он отъедается очень сильно. Даггер есть. Сам может ворваться. На фазах бегает. Никто ему ничего не мешает. Но разве что, кроме фиссуры Шейкера. Все это, понятно, под БКБ Клауд делает. Поэтому никакие реведжи, никакие станы от венги. Все это забудьте. Все это в прошлом. Графики. За 15 Андермайнер по золоту. За 15 Андермайнер по экспириенсу. 33 минуты позади. Счет 16-19. Если думаете, что здесь небольшая разница, вы ошибаетесь. Разница в 3 фрага, но разница также в 3 таура, которые команда Андермайнер снесла. Нет, даже 4 таура тут же на хайграунд. Заходили игроки Андермайнер и Рейв стоит с голыми бараками по миду. Смоу провязали Рейв. Ищут приключений и, мне кажется, найдут. Тут навстречу им движется Визем. А Визем точно клиент команды. Рейв. Он уже неоднократно это демонстрировал. Ну, такое ощущение. Я смотрю на Тинни, Тинни такой грустный стал после двух фрагов. Он как-то даже сутулится больше обычного. Пошел зверям мстить. Плохие, плохие звери. Плохие звери. Ну, не звери виноваты в том, что ты льешься по КД Визем. Акстись. Команда Андермайнер в лице троих игроков. Не буду их назвать. Кроме Тинни и Виспа. Короче говоря, все внизу. Стараются, я думаю, у нас зайти на нижний лайн. Почему бы нет? Все для этого имеется. Есть ульта у нас у Спирит Брейкера. Клауд тоже, в общем-то, и фуловый по ХП. И Аегис. Да все есть. Батл Транс есть. БКБ есть. БКБ 7-секундный. Команде Рейв должно хватить. Ну, с другой стороны, да. Тинни и Висп не обязательно могут быть здесь. Как только что случится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ДД для Тинни. Все поняли? Да, белый дэмэдж умножается на 2. Смотрите, что творится с Таурами. Сразу идти наверх надо. Визему. Визем не включает БКБ. Отлично. Включил БКБ. Вместо того, чтобы съесть сыр. Визем включил БКБ и уходит отсюда. Черт возьми, что происходит вообще? Спирит Брейкер у нас развалил тем временем Снайпер. Но ворвались на Бараке. Вы видели, что творилось. По-моему, команда Андермайнер немного подпри... Перенедомудрила. Ворвались на Мид. В это время Клауд был внизу. Клауд тоже по горбу нормально наполучал, ушел. Развалили Бараке. С таким Тинни. С таким количеством дэмэджа. Сейчас оно закончилось. Ну, просто 313 умноженное на 2. И плюс 27 от шмоток. Можно было смело идти и валить Таур. Глиф тут... Ну, разве что Глиф хоть как-то бы сдержал. А так Бараки сыпятся за считанные секунды. Тауру понадобилось 3 удара. Баракам понадобилось там по 3-4 удара. По-моему, рейнджевой Барак вообще за 2,5 удара рассыпался. И... У нас вообще с плэшом начал милишной рассыпаться. Да, это, конечно, невозможно, но... Такое было впечатление. Ладно, Визем по-прежнему у нас с БКБ не дружит совершенно. Он его купил, он его собрал относительно рано. Визем все делает по гайду. Правда, у Визема беда какая-то с БКБ. Поймали у нас Визема. Все, сыр можешь отправлять вместе с собой на фонтан. Ну, Дженни отсюда тоже не уходит. Что за бедовый Тини? Что не так случилось с Виземом? И... Какие вообще предпосылки были к этому? Вот он, проюзанный БКБ попросту. Натуплено невероятно. Проюзал БКБ у нас Тини на миде. Теперь Тини имел 6 секунд еще до КД, когда его разваливали. Но там разваливать нечего вообще было делать. Не выхилял его Висп. Почему-то подумал, что в любой момент Тини может проюзать сыр. Нет, если ульта Некрофоса падает на голову, и хоть сыр, хоть масло сливочное, ничего ты там толком не проюзаешь. Тиниг третий раз льется. 10-0 шел, 10-3 теперь. Золото на нем подняли. Огромное количество. С 22, наверное, тысяч где-то до 17 спускается команда Андермайнер по преимуществу. И за 15 было... Тоже где-то 20 было по экспириенсу. Теперь по экспириенсу менее 15. Рейвы могут переворачивать эту игру. У них есть для этого, в общем-то, нормальный ульт. Есть снайпер. Что у нас снайпер имеет? У снайпера, конечно, провальная ситуация. По демеджу всего лишь 200 с руки от Криси. Этого действительно мало троллю ты не расскажешь. Если Тини у нас немножко... Немножко странненький, то Клауд на 5 с плюсом отыгрывает. Клауд у нас цепляет НБ и уходит отсюда Клауд. Клауд пошел у нас наваливать Райору. Забрали в это время Леона. Где Леон? Леон выкупился? Выкупился, выкупился. Нет, 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 нет. Ну, где же? Так, я не понял. А где у нас Леон? Было же написано. Нет, наверное, не выкупался. Немножко я... Немножко... Осмотрелся. Ну, команда Рейв, кроме Винги, практически в полном составе. Тини у нас уже появляется. Тут, скорее всего, будет вместе с Веспом влетать. Влетай уже с включенным БКБ. Визем, что ты делаешь со мной? Бой срывается у нас на НБ. НБ, скорее всего, рассыпется. Не успеет он Клауда даже ульту юзнуть. Хотя уходит у нас под Гео с Септром. Ну, здесь в Гео с Септр влетает у нас Фингер оф Дес Леона. Леон рассыпается. Байбэк сделали. Команда Андермайнер бьет Тауэр. Райор. 11 секунд до Реведжа. НБ выкупился. Заставили его потерять все деньги накопленные. Все нажито непосильным трудом. 2700 осталось на руках. Но там по золоту очень сильно просел у нас. Минус 1781 за один несчастный файт. Просто я не знаю. Сгорел весь бизнес у нас у Некрофоса. Моментально еще и в долгах остался. Жесть. Такой экономический провал всего лишь за одну драку. 19-21. Андермайнер опять наращивает свое преимущество. Графики вернулись к 20000 по золоту. К 15 по экспириенсу. Клауд уходит на эншетов. У него 7100 на руках. 8300 даже. Вот такая покупка. Иглсон. Баттерфляй будет у нас для Клауда. Команда Андермайнер продолжает комплектоваться уже в вип-магазине. Тут уже серьезные вещи появляются. У Командер Рейв тем временем ничего хорошего по солидным артефактам не имеется. У Криси тоже в принципе набор полубомжовых артефактов. Тут Мелстром за полцены на распродаже. Купленный. Ну и Сенжин Яша от все того же Криси. Это худший из артефактов Тролля. А он является лучшим для Криси в его тембилде. Понимаете? Перефарм не дикий. Но это и видно собственно по золоту. У Снайпера 18700. Куда ты их вообще деваешь? Где эти 18700? Почему я их не вижу? И у Тролля 27000 общий нетворс. Тинни покупает у нас Сатаник. Нет, проблема не в том, что у тебя не было Сатаника в Изэм. Проблема совершенно в другом. Проблема в артефакте под названием Блэйкинг Бар и отсутствии прожатия БКБ. Даже как-то странно. Но решил укомплектоваться у нас в силу Тинни. Думать что-то слишком быстро мру. Я думаю Реперсайту все равно вообще. Есть ли у тебя Сатаник? Нет у тебя Сатаника. Если не прожал БКБ, будь добр, умирай. Еще один Рошан для команды Андермайнер. Четвертый Рошан в этой игре. Рейв даже не нюхали этого Рошана. Не были здесь, ничего не видели и понятия не имеют, как выглядит Рошан. Да, конечно, с Рошаном ничего не поменялось. Он такой же, как и был раньше. Все такой же красавчик. Но команда Рейв не может себе позволить подойти хотя бы издалека посмотреть, как Андермайнер в четвертый раз забирают. А Эггис забирают сыр. У Спиритбрейкера появляется Алибарда. Тут у Леона уже куча денег. Леон себе Форстаф насуетил. Блинк Даггер у Тролля. 3.300 на руках после собранной бабочки. 3.300 у Клауда. 27 общий Нетворс за 40 минут. Более чем достаточно. У Тини, ну мы все видели. У Тини тоже все практически нужное собрано. Здесь вместо Сыра еще когда появится Манта Стайл, тогда можно будет Трон за пару секунд сносить. Под смоком стоит команда Рейв. Ждут, когда зайдет на них Визем. Визем ловит Фессуру. Пошел Реведж. Ульта пошла у нас от Некрофоса. Развалился Тини. Зачем тебе Сыр? Зачем тебе Блэк Кинг Бар? Я просто буду стоять под хайграундом и ждать, когда в меня все вкастуют. Ну это даже немножко смешно. Хотя даже скорее не смешно. У нас Клауда еще сейчас зацепят. Ну Клауд конечно не такой мягкий как Тини. Клауд наваливает жесточайшим уровнем. Включил у нас бабочку. Пошел пугать торсом своим команду Рейв. Разменять Тини на Вингу. Это товарищи провал. Провал полнейший. 20-23 по золоту. 1800 в плюсе команда Рейв. По экспириенсу тоже 2800 оказались в плюсе. Но урона это все в принципе влетело в Тини. Вы понимаете? 2400 у нас нанес один Некрофос. Но там разумеется с учетом опять же ХП Тини. Но 6200 против 2000. Тут все в принципе было потрачено на этого бедового парня. 42 минуты позади. Игра неинтересная. Это точно. Нельзя сказать что тут какие-то захватывающие файты и мувы. Но как-то и в принципе не скучно смотреть. Больше конечно интересно смотреть за Тини. 11-4 после 10-0. Это на 42-й минуте. Тини вообще практически не дерется. Он просто не участвует в файтах. Он либо фармит крипов, либо сидит в таверне. Либо все сразу, потому что здесь мы видели. Начал фармить крипов. Отправился в таверну. Бой срывается у нас в Крисе. Сразу же пошла ульта. Ну Крисе в принципе жив. У нас Тини врывается. Вот теперь Визем все понял. Под БКБ, под Баттл Трансом. Вот так надо было действовать. Почему раньше этого не делалось? Непонятно. Райор у нас на лоу ХП уходит. Райор скорее всего погибает. Да, разваливается у нас Райор. Разваливается постепенно практически вся команда. Рейв, Андермайнер сносят барраки. Ну, Глиф недолго будет еще работать. Это все через Бэкдор Протекшн. Это все на секундочку без крипов. Валят. Бэкдор Протекшн не действует. И здесь начинают сыпаться барраки. Теперь просто перебраться на топ. Да или на Т4. Есть же время. Почему нет? Зачем вообще? Оставьте в покое. Оставьте другим бомжам добивать третью сторону. Ну ладно. Хотят, наверное, сыграть игроки команды Андермайнер. Пускай. Времени хватит, я думаю, и на сторону, и на Т4. Ну, это, в принципе, ГГ для Рейв. Все понятно. Здесь уже надо настраиваться на следующий матч. Не уходите, ну. Друзья, не уходите, бога ради. Ну, куда вы? Куда вы отправились, Андермайнер? Ушли. До того вообще дошло, что Леон у нас Бутсов Тревел покупает. Вот психанул так психанул. Пошли дальше фармить, хилиться. Ну, был Аэгис. Непроюзанный сыр у Тини. Почему не драться за Т4? Почему не заканчивать эту игру? Непонятно. Чую, кто-то начертил на карте вот такую вот дугу. Что это значит? Андермайнер не будут выходить за эту линию. Будут ждать, пока упадет Трон. А Трон, в принципе, будет падать, потому что дефать нечем. Криси не справится с этой задачей. А Тайт Хантер тоже... Одних энкер смешей здесь не хватит. Тайт Хантера есть рефрешер, но рефрешер был бесполезным, потому что, наконец-то, наконец-то Тини провязал БКБ вовремя. Он ворвался уже с релокейтом и включенным БКБ. И команда рейфа видели, с какой скоростью сыпется. Но это неудивительно. 400 с руки, сумасшедшей скоростью под батлтрансом. Опять же, Кераса. Все это есть под оверчатжем. Ну что, ворвались у нас... Где у нас в кого ворвались? Кого у нас здесь бьют? У нас ЦК позволил себе ворваться в соло на хайграунд команды рейф. Удивительно, что себе этот стервец позволяет. Но ЦК нормально по горбу настреляли. Объяснили, что так делать нельзя. Здесь все-таки тоже люди живут. Клауд под Блэкинг Баром. Врывается у нас в Шейкера, Шейкер погибает. Гадлайк для Клауда. Клауд жив. У Клауда еще есть Эгис. Он будет жив достаточно долго. Визем врывается с Дженни. И на хайграунд Клауд уходит отсюда. Просто так менять Эгис. На Эгис пропадает. Клауд тайминг имел. Он понял, что надо просто отхилиться и возвращаться. Смоука нет. Нет, Смоука нет. Почему не возвращаться на базу? Даже непонятно. У Клауда 8400 на руках. Контрить его невозможно. Точнее, просто-напросто неким. Есть персонажи, которые могут контрить. Перефармленного до зубов тролля. Но это не команда Рейв с ее набором персонажей. Точно не они. Он не забывает прожимать Блэк Кинг Бары. И дерется достаточно уверенно. В это время рассыпается Некрофос постепенно. Когда у нас начинает бить тролль. А кроме Некрофоса контрить нечем Клауда совершенно. Реведжи он переживает через БКБ. Эхо Слема тоже. Иногда переживает. Иногда просто не дает заюзать. Разгон у нас на Крисе. Команда Андермайнер наверняка пошла в свой финальный пуш. Все для этого есть. Мега-крипы имеются. Надо врываться. Бежит ЦК и сразу за ЦК должны идти Тинни. Ну, ЦК, да что ж ты трухнул, а? Что ж ты, Фраер, сдал назад? Ух, чур меня. Команда Рейв под своим фонтаном. Не может она выйти. Здесь под фонтаном тоже их ничего хорошего не ждет. Я думаю, развалят. Врыв у нас пошел от Тайтхантера. Райор провязал ульту. Рефрешер тоже провязал. Ну, Рейведж второй раз юзать нет смысла. Клауда поймали. Клауд без Аегиса. Клауд умирает. Здесь уже Тинни и Висп. Ну, Виззем как-то несчастно выглядит, честно говоря. Вообще, мидер... Команда Андермайнер очень расстраивает меня. Своим... Своей игрой. Даже как-то странно. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что без Тролля никто не будет идти в атаку. Тролля 8700 на руках и 100 секунд Тролля не будет в игре. Можете пока, я думаю, альтапнуться на другое окно. Посмотреть, кто что написал в соцсетях. Ничего интересного в ближайшие 100 секунд происходить не будет. Для тех, кто остался, все-таки давайте посмотрим по графикам. 25 с лишним Андермайнер. По экспириенсу меньше 15. Тоже в пользу Андермайнер. У Винги появляется Форс Став. У Снайпера МКБ и 1000 сверху. И прилетает Мьолнир. А теперь посмотрим, как Криси разговаривать будет с Визземом. БКБ провязал нас Криси. Толком ЦК ему демиджа не наносит. Хотя Виззем все с Криси необходимое делает. Умирает Снайпер. Нет Байбека. Здесь опять же мега-крипы. Их нечем дефать. Все. Команда Рейв не дождалась Тролля. Тролль уже позже появится. Хотя мы, наверное, раньше выключимся. Поздравляем команду Андермайнер. Первый файт за ними. Рейв были фаворитами. Еще раз напомню в этой катке. Фаворитами встречи. И так оказалось, что Андермайнер просто-напросто посильнее. Но опять же, нас ждет ответная игра. Пока что небольшая пауза музыкографика. Не забывайте ставить сердечки. Сегодня такой день. Конечно же, ставьте сердечки под нашим Твичом. Нажимайте follow. Это абсолютно бесплатно и доступно. Нам очень будет приятно. Ну и не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Нажимайте там подписаться. Ну и со мной можете пообщаться тоже там в администраторах. Все это в ВК. Если вдруг вводы сыгранных матчей, вводы, которые уже были откомментированы ранее, интересуют, то группа Ютуб. Все ссылки, все есть под окном трансляции Твича. Пока небольшая пауза. Услышимся через несколько минут. Не переключайтесь и зовите друзей. Но не все же там торты едят. Торты, точнее, едят на 8 марта. Все, услышимся через пару минут.